Пункт номер три. Значит, сегодня в рамках, как результат визита Игоря Николаевича в Москву, я узнаю о том, что меня сегодня подали в розыск на территории Российской Федерации. Несколько часов назад была дана команда запустить компанию. Сейчас вы увидите все телеканалы, все сайты, ну, когда есть команда. Я прожил в России очень много лет и прекрасно знаю, как там работают СМИ. Сейчас я буду главной звездой. Значит, хочу сообщить Игорю Додону, что Додон, так как это касается моей личной безопасности, я должен ей заниматься. Должен был раньше заниматься за Плохотенька, а сегодня за такого проходимца, как ты. Хотя ты являешься сегодня президентом ОЛОН. Мне известно, Додон, даже о тех звонках, которые были на прошлой неделе в Москву. То, что ты звонил своему связному Игорю Чайке, да, как просил поторопить Интерпол. Значит, и знаю Додон о том, какой ты довольный был вечером 17 июня, когда тебе сообщили, что, ну, как бы усатого получилось выставить в Интерпол только на контроль для того, чтобы определить его местонахождение. Да, Игорь Додон, мне это тоже известно, потому что у тебя порванный рот, и ты не можешь сдерживать свои эмоции. Ну, подошьем. Значит, 17 июня меня выставили на контроль. Значит, Додон слезно умолял, чтобы на следующей неделе меня уже подали в Интерпол с красным углом, то есть попросили арест. Значит, сегодня подали в федеральный розыск. Самое смешное в этой ситуации. Дорогие друзья, на прошлой неделе, значит, ну, я со своим адвокатом каждый день не говорю, ввиду того, что нет необходимости. Сейчас, к сожалению, не смог до него дозвониться, чтобы он как-то прокомментировал эту ситуацию. Но, значит, важно другое, что вы помните, когда официальный представитель МВД России, госпожа Ирина Волк, вышла и рассказала о том, что мне было официально предъявлено заочное обвинение в ландромате, что я с Плохотнюком, Платоном и энным другим количеством лиц, это дело опубликовано у меня на моей странице в интернете, значит, они сказали, что объявлено заочное обвинение Рената Усатова, что даже тогда наврали это официальный представитель МВД России. Вот вам доказательства. Значит, сразу после этого адвокат, значит, находясь у следователя, господина Абраменкова, это будет самая известная в Молдавии Россия фамилия в ближайшее время, и не только это, значит, написал ходатайся, в котором просил перенести предъявление обвинения, потому что закрыты аэропорты, не летают самолеты, коронавирус, Москва закрыта, Кишинев закрыт и так далее, попросили перенести, пока эта пандемия не закончится. Значит, вот ответ официально на бланке Министерства внутренних дел моему адвокату, значит, адвокатское бюро Мусаев и партнера, значит, адвокату Мусаеву Мураду, где следователь Абраменков пишет, 19 мая первое письмо мы получаем, сообщаю, что ваше ходатайство об отложении предъявления УСАТОМОРГО обвинения по уголовному делу такому-то рассмотрено. По результатам его рассмотрения вынесено постановление об удовлетворении ходатайства. То есть, удовлетворили ходатайство и переносит он первый раз, значит, на 3 июня, на 14 часов 0 минут. Значит, если я не явлюсь, мне будет предъявлен бесплатный адвокат. Значит, а вот еще одно. От 28.04.2020 года. Также следователь Абраменков пишет, сообщаю, что ваше ходатайство об отложении предъявления обвинения УСАТОМОРГО рассмотрено. По результатам его рассмотрения вынесено постановление об удовлетворении ходатайства. То бишь, господин Абраменков пишет, что и как бы еще, вот вы видите, перенесли с 28 апреля на 14 мая. Значит, 14 мая адвокат пришел, оставил еще одно обращение, говорит, послушайте, коронавирус не закончился, проблемы есть. Переносим, значит, на 3 июня. Значит, мы не получили от господина Абраменкова ответа о переносе последнего нашего допроса, на который мне должны были за осень переносить обвинения. Адвокат на прошлой неделе ему написал еще одно ходатайство, что, послушайте, ну что вы каждый раз на 2 недели перенесите, пока все это не закончится, потом разберемся. Нет, потому что партнер и куратор Игоря Дадона, Игорь Чайко всех торопит. Меня не просто хотят подать в розыск. Сегодня подали только в розыск по России. Значит, хотят на следующей неделе подать уже в Интерпол. Более того, меня хотят очень быстро, досрочно осудить, чтобы я не мог выдвигаться ни на президентские выборы, ни на досрочные парламентские. Ну, то есть хотят в решении суда, что без права занимаемой должности, потом это привести, передать Молдаве, чтобы это как-то Лебединский все легализовал. Но, хочу вам сказать, товарищи Дадоны и Дадончики, могу вам показать вот только это, потому что нас смотрят разные люди, хотя показал бы вам что-то другое на тему того, что вас ждет. Ввиду того, что мне известно абсолютно все фигуранты уголовного дела, которым у меня пририсовали, а именно, повторяю еще раз, мошенник и преступник, организатор ландромата с российской стороны, некий Григорьев, которого я никогда в жизни не видел в лицо, который дал на меня показания, его сообщник Кузьмин, которого я также никогда в жизни не видел, значит, плюс, значит, последние несколько недель усердно по изоляторам, следственным изоляторам в Российской Федерации, значит, предложили свои услуги другие мошенники, а кто-то сидит под следствием, кто-то ждет суда, кто-то экстрадирует, как, например, Молдова, гражданин Молдова Дмитрий Бас, который был как будто олигарх, но реально был альфонсом, который просто разводил богатых женщин за деньги в разных странах мира, и в январе его посадили в России за мошенничество. Так вот, этот Дмитрий Бас обзванивает там разных девушек по инстаграму и говорит, так и так, дорогая, вот мы ездили на шоппинг в Монако, вот мы там 4-5-6 лет назад отмывали деньги через ландермат Рената Усатова, ты не помнишь, сколько мы платили, 3 или 4 процента? И ему говорят, слушай, какой ландермат, какой Усатый, какие откаты и так далее. Понятно, чекисты дали тому телефон, и тот, находясь в СИЗО, просто наяривает и под запись там разводит людей. Такое же давление оказывается на криминального авторитета, кто-то пишет в интернете бывший ворозаконник, кто-то говорит действующий, не буду я в этом разбираться, некий Таркунов по кличке Тура, гражданин Молдовы, который ждет экстрадицию в Молдову, Молдова его разыскивает, значит, которому предложили дать ему политическое убежище в обмен на то, что даст показания на меня, что занимался наркотиками и так далее. Мне известны, более того, все сотрудники российских спецслужб, ну все это громко было сказано, почти все, наверное, от капитанов, майоров до полковников и генералов с именами, фамилиями, должностями и другой информацией, которые занимались фабрикацией этого уголовного дела. Я знаю, кто ходит к Абраменкову, дает задание. Я думаю, что даже сам капитан, вернее майор он, этот Абраменков, следователь МВД, который ведет дело по ландромату, куда меня засунули, да, и под меня, напоминаю, возбудили отдельное в декабре, перед Новым годом, хотя я про него еще говорил в прошлой осенью. Значит, я думаю, что даже сам Абраменков не знает настоящих фамилий сотрудников, которые к нему приходят и дают задание. Неизвестно, кто сегодня грузит сестру Платона, где, и даже самого Платона, на тему нужно дать показания на Усатого, и вас там выведем, и так далее, и так далее. Послушайте, я никогда не имел никакого отношения ни к молдавским ландроматам, ни к российским, ни к каким угодно. В ближайшие дни я подготовлю, не подготовлю, а отправлю заявление на имя генерального прокурора России. Где будет указано все, какое отношение к фабрикации этого дела имел господин Додон. Его партнер по бизнесу и куратор, значит, Чайка-младший. Значит, я укажу всех сотрудников разных ведомств, именами и фамилиями, и кто за что там отвечал. Значит, это письмо я отправлю генеральному прокурору Российской Федерации, чтобы они потом, пройдет полгода, год, потом я знаю, что Ренат Георгиевич, мы не знали, мы не думали, и так далее, и так далее. Вот, чтобы вы все, всех знали. Хочу сказать, что все герои, которые участвовали в фабрикации моего дела, рано или поздно сядут в тюрьму. Даже на территории Российской Федерации. Я знаю не просто, как доказать свою невиновность. Я всегда сотрудничал с правоохранительными органами, в том числе в России. И вы бесстыдники, черные опородни и додончики, панталончики, которые пошли сегодня на фабрикацию дела, для того, чтобы один хочет вылезать что-то додону, в надежде, что там что-то додон там замолвит где-то словечко, другим что-то обещал там подлезать додон. Я знаю про письмо секретное, даже оно не секретное, оно софт секретное, где согласовывалось с президентом Российской Федерации, где Путину написали, вот, ввиду того, что усатые являются там таким опасным, и этому навредит, и тому, и так далее. Написали какие-то байки про меня и про Плохотнюка. Вы негодяйте даже ответите за то, что вы дезинформировали высшее руководство Российской Федерации. Рано-поздно, рано или поздно, правду узнает в том числе и он. И что вы потом будете сочинять, какие бумаги вы сочинили, когда направили в МВД, для того, чтобы и через, я знаю, кто подписывал ФСБ, кто какие визы накладывал в МВД, ребят. Вы что творите? Я только из этикета перед настоящими офицерами и ФСБ, и МВД, и других ведомств Российской Федерации не буду публиковать в соцсетях письмо Генеральному прокурору Российской Федерации, потому что есть какой-то этикет, у меня совести и понятия просто намного больше, чем у вас, вернее, они у вас, скорее всего, отсутствуют, поэтому все имена и фамилии будут указаны только в этом заявлении, для того, потому что дальше будет шаг номер два, вот Усатый опубликовал все фамилии, там такие-то секретные и так далее, давай, и передам многое другое.